Что для вас победа Украины? Что вы имеете в виду? Нас смотрят 20 671 человек одновременно. Победа Украины для меня это возвращение украинских территорий всех, включая Крым и Донбасс, всех оккупированных территорий. Полный выход российской армии с территории Украины, из Украины. Покаяние Российской Федерации официально перед Украиной и выплата репараций. Это и будет победа Украины. Здравствуйте, Дмитрий. Три лучших интервьюера из России, по вашему мнению. Я думаю, что Познер, Собчак, Гордеева хороша. Никого ли я не знаю? Дудь, конечно. Дудь, конечно. Вот, четырех назвал. Может, кого-то и забыл просить. Так, Дмитрий, вы бы не хотели бы позвать на интервью Моргенштерна? Я бы, может, и хотел, и он бы, может, хотел тоже, но я же не могу подставлять этого парня, чтобы его посадили в России. Кернес, на ваш взгляд, сдал бы Харьков, как Херсон? Ваше мнение о Терехове. Терехов оказался молодцом. Он оказался на своем месте и мужественно защищает Харьков. Что касается Кернеса, я не знаю. Честно. Надеюсь, что не сдал бы. Ну, а вдруг сдал бы? Не знаю. Где Добкин тут спрашивает? Не знаю. Когда новое интервью с Арестовичем? Ну, подождите еще предыдущее, пусть досмотрят. Так. Хорошо. Хорошо. Дмитрий, как вы считаете, почему молчит Познер? Боится. Почему молчит? Боится. Боится, ребята. Страшно? Многим страшно там. Спасибо за теплые слова. Спасибо. Дмитрий, как вы относитесь к русским, которые не поддерживают все это, но не могут ничего сказать? С пониманием. Дмитрий, как вы относитесь к Владимиру Жириновскому? Враг Украины. Талантливейший человек. Мерзавец. Ну, как-то так. Дмитрий, Салем из Казахстана. Посевная, как прошла у вас? Как, где могли, там и посеяли. Привет, Снорвегия. Берегите Украину. Спасибо. Дмитрий, каково быть пропагандистом Сала-Рейха и Брунишкой? Не знаю. Не знаю. Никогда не был пропагандистом. Не знаю, что такое Сала-Рейх. И тем более, не был, не являясь Брунишкой. Поэтому, честно, отвечаю на ваш прекрасный вопрос. Не знаю. Так. Тыква врать не устал? Опять-таки. Во-первых, я не тыква. Посмотрите на меня. Разве я похож на тыкву? Во-вторых, не вру. А следовательно, и не устаю. Спасибо вам за все. Спасибо вам. Дмитрий, вы называете Медведева карликом. Значит, и Зеленский тоже карлик. Ребята, я называю не по росту, а по состоянию духа. Поэтому Медведев карлик. А Зеленский великан сегодня. Расскажите о Марке Солонине. Очень уважаю этого человека. Всем рекомендую читать исторические книги Марка Солонина об истории Второй мировой войны. Человек, восхитивший меня. Смотрите мои интервью с ним. Очень интересные. Много-много миллионов набравшие. Так. Будет ли интервью с Галкиным? С удовольствием. С удовольствием я сделаю интервью с Максимом Галкиным. Опять-таки, лишь бы только ему не навредить. Лея Хиджакова просит. Я общаюсь с Леей Хиджаковой. А интервью с ней, если делать, то это значит набредить этой маленькой смелой женщине. Зачем же мне это делать? Она живет в Москве. Я не хочу изла. Я не хочу изла. Что скажете о Богдане Хмельницком? Ничего. Я с ним не был знаком. Я читаю о нем то, что пишут. Почему я должен верить тому, что пишут? Я просто пропускаю вопросы, на которые уже отвечал. Дмитрий, почему Скобеева мужчина? Ну, потому что у нее есть все мужские первичные и вторичные признаки. Она абсолютный мужчина. Абсолютный. А Попов, ее муж-гей, вот живет с мужчиной. Вообще они педерасты оба, если честно. Будут тоже на вертелах жариться в ладу за все, что натворили. На их совести жизни. Десятков тысяч людей. На их совести. Они тоже убийцы. Пусть они это знают. Саакашвили, когда освободите? Я надеюсь, что Михаил Саакашвили будет на свободе. Я не хочу подробности говорить какие-то. Кто круче, Гитлер, Путин или Чикатило? Да никто из них не является крутым. Два плохо закончили, третий на подходе. Дмитрий, скажите, пожалуйста, допускайте, что Путин уже мертвый, это скрывают. Нет, не допускают. Путин жив пока, к сожалению. И это не скрывают. Эксперт, где ванны и закопа стримишь. Да, вот видите, какой окоп у меня. Ага, из него. Джонсон, мы говорили, да. Казахи с вами. А мы с казахами. Стоил таких последствий Евромайдан? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Ответ на который требует большого времени. Это сложный вопрос. Это очень интересный вопрос. Но я сейчас на него не буду отвечать. Потому что мы будем говорить минут 15-20. Что скажете о нападках России на Аляску? Надежды юношей питают. Дмитрий, скажите, пожалуйста, после победы будет ли Украина помогать освобождению Кавказа? Нет, Кавказ сам освободится. Кавказ сделает это очень быстро. Я русский из Казахстана, я за Украину. Спасибо. Дубкин жил, боже, надеюсь, что да. Кыргызы с вами. Да. Нас смотрит 21151 человек. Я каждому благодарен. Мне пишут, конечно, благодарен. Донатов больше придет. Ребята, ну я ж не за Донатой работаю. Поверьте мне. Ну смешно. Я ж засмеялся. Почему Анатолия Тимачука лишили всех титулов? Ну что он предатель. Говнюк. Если по-нашему. Ну что, еще пару зачитаю вопросов. Интересных выберу. Так. С кем из Казахстана будут интервью еще? Ребята будут интервью из Казахстана. С людьми очень интересными. Я работаю над этим. Достигнута договоренность на несколько интервью с казахстанцами. Такими продвинутыми. Вам понравится. Так. Дмитрий, вы знали Игоря Талькова? Как думаете, как он отнесся в Безумие Украины с Россией? Я его не знал. Так получилось. Никогда с ним не встречался. Очень нравится мне его творчество. Очень нравится. Он яркий, самобытный артист был. Чего стоят эти строки. Я пророчить не берусь. Но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев. Да, Россия, к сожалению, пока остается страной дураков. Очень люблю летнюю дочь Талькова. Потрясающая песня вообще. И знаете, Игорь Тальков был таким очень русским империалистом, мне кажется. Поэтому боюсь, что сегодня он бы поддерживал Путина. Очень боюсь. А может и нет. Кто же знает. Это все из области наших догадок. Последний вопрос. Последний вопрос. Выберу. Как насчет интервью с Владимиром Золкиным? Я с ним сделал интервью. Посмотрите. Так, сейчас найду хороший вопрос. Вы знали Юру Шипанова? Знал, да. Я знал Юру Шипанова. Причем знал его и в 90-м году. Общался с ним два раза в 90-м году, когда мы проводили его концерты. И в 2013 году, когда он приезжал на концерт в Киеве, я к нему заходил, мы общались.